друзья всем привет меня зовут юля вы на моем канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить бутерброды наконец-то пришло тепло и мы все с вами поедем конечно же на шашлычки на майские праздники и потом лето длинное я думаю мы все успеем поесть шашлычки даже самым плотным графиком и я предлагаю в качестве закуски делать бутерброды бутерброды у нас будут достаточно такие полезные здесь не будет майонеза не будет чего-то супер вредного мы будем делать бутерброды из авокадо помидорок и креветочек нам понадобится хлеб у меня свеженькая мягкая чабата творожный сыр лимон авокадо помидорки у меня черри можно взять любые и немножечко креветок ну сначала мы с вами отрезаем кусочки от хлеба у меня будет два бутерброда ну и конечно можете сделать побольше сколько смотрел вас на роду и вообще эти бутерброды такие вкусные что я советую вам сделать их запасом чабату пока убираем в сторону она нам чуть позже пригодится и нам теперь нужно взять авокадо смотрите как правильный вырезать мы делаем вот такой вот надрез по кругу теперь аккуратно нужно достать косточку у меня авокадо на самом деле не сильно спелая поэтому тут есть проблемка лучше всего конечно брать авокадо который прям мягкая мягкая но это тоже нормальная просто бывает авокадо совсем зеленая который есть невозможно она безвкусная ну это вполне ничего она косточку не развалилась кстати теперь мы с вами с помощью чайной столовой ложки вот так вот просто вынимаем из авокадо мякоть и складываем в тарелочку авокадо сложили в мисочку теперь поливаем немножечко лимонным соком это делается для того чтобы авокадо не потемнело если мы этого не сделаем она тоже останется очень вкусным вкус не изменится но будет некрасивого такого темно-коричневого и даже черного цвета теперь просто разминаем мякоть вилкой теперь нам нужно нарезать помидорки если бы у нас помидорки были большие но такие стандартные мясистые вкусные мы бы их порезали просто на мелкие кусочки но предварительно сняли бы кожу так как у меня маленькие прекрасные помидорки черри я их просто разрежу на четыре части мы с вами переместились к плите смотрите у меня здесь две значит сковородки на одной я буду жарить чабату то есть нужно нам просто подсушить мы это делаем без масла на другой сковородке я буду обжаривать креветки в небольшом количестве оливкового масла вот чуть-чуть добавляю если вы готовите на природе все это можно сделать на мангале смотрите какие прекрасные креветки это просто что-то очень вкусное знаете если вы хотите если вы любите креветки хотите вот просто купить самые вкусные выбирайте всегда не красные то есть не вареные мороженые креветки а серые они точно получится сочнее нежнее вот такой вот лайфхак при выборе креветок ну а нам осталось только собрать бутерброды и у нас все готово сначала мы намазываем наш сливочный или творожный сыр на наш бутерброд давайте назовем его брушкет и чтобы как-то красивее звучало дальше мы накладываем нашу пасту из авокадо на бутербродик дальше мы берем наши креветочки и вот так вот раскладываем обратите внимание я хвостик не снимаю это просто для ну короче так подают креветки в ресторанах можно снять но я так оставлю мы представим что мы в каком-то дорогом рейстике если хотите конечно вы можете так не делать вы можете вообще креветки порезать на мелкие кусочки или просто снять хвостик как вам больше нравится и теперь мы украшаем наши бутерброды прекрасными яркими помидорками так вот прям кладем туда где есть место наши вкуснейшие полезные и очень сытные бутерброды готовы я хочу вам напомнить что можно использовать крупные помидоры то есть не черри обычные в таком случае их нужно очистить от кожуры нарезать мелкими кубиками и смешать с авокадо то есть получается в другом варианте мы будем намазывать сначала творожный сыр и потом пасту из авокадо и помидорок и сверху просто положим креветки посмотрите какой классный у меня получился бутерброд он кстати один потому что второй бутерброд уже съеден он правда очень вкусный полезный и сытный его можно готовить и на шашлыки кстати я советую вам все таки повышать культуру питания потому что можно есть не только вкусную еду но и полезную а здесь у нас конечно есть углеводы но все-таки здесь зелень овощи белочек все что нужно и еще такой бутерброд классный есть на завтрак ну или даже просто к вам друзья на ужин придут можно сделать вот такие бутерброды вместо картошки под майонезом например это очень вкусно попробуйте и вам точно понравится обязательно подписывайтесь на мой канал потому что у меня много вкусных рецептов и кстати не только рецептах надеюсь вы смотрели нашу новостную рубрику новую пишите в комментариях если она вам понравилась пока